Доброе утро! В Петербурге стартовал ежегодный Лермонтов-фест. В течение двух недель в Центральной библиотеке имени Лермонтова проходят кинопоказы, выставки, мастер-классы, паблик-токи и концерты, посвященные творческому наследию поэта. Основная тема этого года – Лермонтов и славянский мир, поэтому в рамках фестиваля можно увидеть югославские комиксы по произведениям Лермонтова, послушать романсы на стихи Лермонтова, Якова Полонского и музыку Рахманинова, вдохновленную творчеством писателя, а также увидеть документальный фильм о поэте Максиме Богдановичем, которого называют белорусским Лермонтовым. Но мы пробежимся по главным кинорелизам этой недели и начнем с эпичного возвращения Джонни Деппа в большое кино – исторической драмы Жанна Дюбари. Жанна Бекю родилась в бедной семье Швеи, отца не было, все свободное время девушка посвящала книгам. Так как в монахине Жанну не взяли из-за непослушания, она устроилась к господам-чтецам, но они ее выгнали из-за распутства. Влачить жизнь в бедности красавица не хотела, поэтому стала куртизанкой. Вскоре она вознеслась до статуса фаворитки Людовика Пятнадцатого и тогда поняла, что даже король не всесилен. У двора свои правила. Отец, мы стали посмешищем в Версале из-за твоих ошибок. Премьер-министр не одобрит какую-то простушку в вашем окружении. Но она и есть в мое окружение. Выход мировой прокат после громкой премьеры на Каннском кинофестивале французской костюмной драмы Жанны Дюбари – событие нерядовое. Во-первых, масштаб исторической личности фаворитки Людовика Пятнадцатого огромен. Она была одной из самых ненавидимых народом представительниц Королевского двора. Поэтому в числе первых была казнена в начале Великой Французской революции. С тех пор Жанна Дюбари – ключевая фигура французской поп-культуры наряду с Марией Антуанеттой и маркизой де Помпадур. Ну а во-вторых, фильм Жанна Дюбари – долгожданное возвращение Джонни Деппа после скандального суда о домашнем насилии, из-за которого актер лишился своей голливудской карьеры и не снимался три года. Нетрудно догадаться, что Депп исполнил роль Людовика Пятнадцатого, а его фаворитку сыграла французская актриса Май Вен, выступившая также режиссером ленты. Из Голливуда до российского национального проката добралась оригинальная кинокомедия «Рай для дурака», которую придумал, написал сценарий и выступил в качестве режиссера популярный американский комик Чарли Дэй. Знаменитый актер отказывается выходить на съемочную площадку. Судьба картины под вопросом. И тут предприимчивый продюсер встречает на улице человека, похожего на своего капризного артиста, как две капли воды. Вместе со сценаристом и непредсказуемым режиссером он решает использовать его как двойника для съемок и не только. А новоявленный актер осознает, что в кинобизнесе поехавшие кто угодно, но только не он. Это ваша команда. У вас есть я, ваш агент, у вас есть менеджер, юрист, рекламный агент, личная ассистентка и плюс стажер. Завтра вас ждет большая кинопремьера. Вы хоть чуточку нервничите. «Рай для дурака» – полнометражный режиссерский дебют звезды популярного комедийного телесериала «В Филадельфии всегда солнечно» Чарли Дэя. Это сатирическая комедия о немом герое, который случайно становится известен в Голливуде. Некая аллюзия на весь нелепый американский шоу-бизнес. На главной роли Чарли Дэй пригласил своих друзей – Кейт Беккенсейл, Джейсона Судейкиса, Джона Малковича и Рея Лиоту, сыгравшего в этом фильме одну из своих последних ролей. Ну и завершим наш обзор киноновинок недели «Самой аппетитной комедии лета». На больших экранах в эти выходные можно увидеть голландскую картину «Любовь со вкусом». Сэм – популярная фудблогерша, с детства мечтающая написать собственную кулинарную книгу. Встречают парня своей мечты Марку. Их чувства быстро перерастают в настоящий роман. Стремясь получить больше лайков, Сэм пишет разгромный отзыв на кухню недавно открывшегося ресторана. Вот только Сэм не догадывается, что шеф-поваром этого заведения и является Марку. И теперь на карту поставлена не только ее карьера и мечта всей жизни, но и ее шанс на отношения, в которых она действительно может быть самой собой. Это твой ресторан? Да. Зайдешь? Нет. Пока! Он читал? Черт, психанул? Он не знает, что это мой отзыв. Я побоялась сказать ему. Я говорила, будь с ним честной. Марку, пожалуйста. Не хочу тебя видеть. «Любовь со вкусом» – фильм о любви и еде. И о любви к еде. А еще о том, что хайп до добра не доводит. Главные роли в романтической комедии сыграли замечательная голландская актриса Санна Фогель и турецкий красавец, экс-футболист Аякса, а теперь успешный актер Синан Эраглу. Вот такие свежие релизы доступны в ближайшее время в кинотеатрах. Приятного вам просмотра и берегите себя. Увидимся.